Кар-кар-кар! Какое прекрасное утро! Правда, Серёжа? Угу, Каркуша. Прекрасное утро, но непонятное. Непонятное. Как это утро может быть непонятным? Ну, точнее, не само утро непонятное, а мне кое-что непонятно. Смотри, Каркуша, вот у меня в руках трафарет кота. Я старался и долго вырезал его. Очень красивый! Чего же тут думать? Надо положить его на лист бумаги, раскрасить треугольнички, и получится красивая мозаика. Хм, можно, но это как-то слишком просто. А я хочу экспериментов, да и долго, честно говоря, разукрашивать вот так вот каждый треугольник. Кажется, у меня есть идея получше. Я сейчас. Так, 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 так. Что у нас здесь есть? Ага. Краска, стакан воды. Так, краска пригодится. Это чёрная краска, Каркуша. Так. Угу. Разноцветные фломастеры. Угу. Монтажная лента. Так. Губка, перчатки. Если есть краска, значит и перчатки пригодятся. Так, это ещё не всё. Это ещё не всё. Угу. А, вот два листа бумаги и... Нет, это мне не надо. И скрепки. Вот. Весь набор. Ну что, интересный набор. Приступаем? Сначала выполним фон. Для этого раскрасим фломастерами пластиковый файл. Секундочку, я лишнее всё уберу в сторонку. Вот сюда. Берём фломастеры и раскрашиваем его. Прям вот так. Ой, Серёжа, ну зачем ты это делаешь? Фломастеры сразу смоются с пластика. Так красивый фон у нас не получится. Сейчас ты всё поймёшь, Каркуша. Это очень интересная техника рисования. Итак, я наношу краску фломастерами. Ещё вот здесь синего чуть-чуть. Ага. И розового. И розового. Возьму белый лист бумаги, чтобы вам было лучше видно цвет. Потому что листок прозрачный. Угу. Вот. Видите, что должно получиться. Теперь уберём раскрашенный файлик в сторонку. Возьмём малярную клейкую ленту. И приклеим её по краям листа. Со всех сторон. Оп. Ножницы. А зачем нам это всё обклеивать? Мы так создадим рамку нашему рисунку. Когда рисунок будет готов, малярную клейкую ленту мы уберём. И по краям получатся белые полоски. Готово. Теперь возьмём кисточку. Макнём в воду. И намочим наш листок. Серёжа, я ничего не понимаю. Это такая интересная техника рисования. Нам нужно, чтобы лист был немного мокрым. Готово. Видите, листок намок, он стал загибаться. Значит, всё мы делаем правильно. Теперь берём файлик, который мы разукрасили фломастерами. Так, и что делаем? И просто кладём сверху. Вот так вот. Раз. И быстро вот так пальцем проводим. Краска должна как следует отпечататься. Затем нужно дать рисунку высохнуть. А пока давай мы с тобой узнаем, что такое мозаика. Давай. Чтобы сделать мозаику, или, как говорят специалисты, создать мозаичное изображение, нужно прикрепить к какой-нибудь основе кусочки разнообразных материалов, которые различаются по цвету, фактуре и текстуре. Мозаика может быть выполнена, например, из фрагментов стекла, смальты, металла, керамики. В нашем случае мы используем упрощённый способ изготовления мозаики. При помощи готового трафарета с отверстиями наносим краску на лист бумаги. Ну, Серёж, что, высох-высох, а? Да, Каркуша, краска высохла. Я снял малярную клейкую ленту, и у нас получилась вот такая симпатичная рамка паспарту. Теперь можно приступать к самой главной части нашей работы. Да, красивый фон. Но как мы кота раскрашивать будем, а? А вот так. Мы берём трафарет, прикладываем. Так. Предлагаю, как следует, всё закрепить скрепками. Скрепки нам нужны для того, чтобы рисунок не смазался. Готово. Так. И что дальше будем делать? Дальше. Я возьму чистый лист белой бумаги, краску, губку, наденем перчатки, чтобы не испачкаться. Так. Теперь обмакнём губку в чёрную краску. Чёрную? Да. Серёжа, ты всё испортишь. Нет, ни в коем случае. Доверься мне, Каркуша. Разве я когда-нибудь тебя подводил? Нет. Промакнём краску вот на этом чистом листе бумаги. Очень хорошо. Я это делаю для того, чтобы убрать излишки краски с губки. Теперь переходим к главному. Промакиваем губку с чёрной краской по нашему трафарету. Здесь главное не торопиться, чтобы трафарет не двигался. И краска наносилась ровным слоем. Иначе всё смажется, да? Конечно. Готово. Ну, давай посмотрим, а? Не торопись, Каркуша. Дадим краске высохнуть. Это произойдёт очень быстро. Итак, краска высохла. Снимем перчатки. Снимем трафарет. И посмотрим, что у нас получилось. Оп. Ну что, ребята, готовы увидеть? Да, готовы. Давай скорее, открывай. Раз, два, три. Оп. Ух ты! Такую технику мы с тобой ещё не использовали. Это как картина современного художника. И с этой задачей справятся даже самые маленькие зрители. Ведь это совсем не сложно. А на этом наше занятие в мастерской окончено. Присылайте нам видео и фото ваших работ, ребята. Ждём прекрасного вам творческого дня. Увидимся! Хар-кар-кар!